приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас уже 14 июня время летит просто молниеносно я решила немножко включиться рассказать показать вам наших новостей в общем немножко с вами пообщаться вот такой урожай клубники это уже не первая мисочка которую я собрала там лежит работает не могу выключить этот звук вот кушаем и уже наелись буду морозить вот сегодня жарила блинчики вот здесь у меня под кулечком я всегда так делаю на тарелку потом кулек натягиваю и они не сохнут ну а сейчас давайте пройдем на улицу покажу вам чем мы там занимаемся и что уже сделано народ от нас офигевает как все вот идут глаза таращат что же здесь они такое затеяли и вот это к тому хочу сказать никого не хочу обидеть просто хочу сказать что развеять миф что москвичи ленивые буквально на днях еще приехал один москвич у которого здесь дом я уже не вам говорила вот как раз вы его сейчас не видите но он на крыше там он вчера работал причем работает один разбирал крышу и включал фонарик уже стемнело а он там работал так что миф о том что москвичи ленивые это просто выдумка и настоящий миг мифа более того я хочу сказать что здесь как-то больше принято нанимать людей чем делать самим вот здесь как-то так заведено а вот москвичи больше всего любят делать своими руками леса купил вот такую ведерко думал для стройки но я у него отобрала его такое толстая под водичку тогда воды нет мони ты пришел сюда да ты пришел показаться в камеру здесь еще вот шпулька пришла ты куда прыгнуть туда хочешь да вот ну в общем пойдемте прогуляемся кстати немного о жасмине собирала собирала я цветочки они уже немножко у меня даже подсохли и там вам не написали что не знаю лена какой у вас жасмин у меня он не пахучий в чае я заварила свой жасмин ну я не могу сказать что он прям вот такой чай ароматный но все-таки аромат чувствовался думаю дай-ка я прочитаю про жасмин для чего а чего и почему это же как травка и наверное несет какие-то свои лицебные свойства стала читать и оказывается что мне чай с жасмином противопоказан он хорош для тех для гипертоников он понижает давление на для гипертоников которые являюсь я он мне еще понизит давление когда вообще это просто труп ходячий буду вот поэтому я выбросила знаю что я и собирать гипертоников очень хорошо для гипертоников это вред вот сетка останется еще может быть я из нее что-то придумали может быть какую-то шпале так ну и давайте смотреть друзья вы помните это видео когда я скрыла окончательно цоколь сняла этот профлист оголила полностью кирпич убрала и вот посмотрите как сейчас это выглядит очень корявую стену и вот посмотрите сейчас вот так у меня все получилось она конечно не идеально ровная но нам в принципе здесь и ровность не нужно потому что здесь будет идти пеноплекс и мы будем еще его штукатуривать потом еще и сам пеноплекс а вот вот этот кусочек не закрашенный видите он еще сырой я вчера здесь немножко доравнивала ее эту стену и мужик вчера красил важная информация друзья никогда не красьте вот этой мастикой битумной я сейчас вам покажу вечером и вообще а когда ею обрабатываете цоколь там или может быть стены где-то снаружи лучше спать не в этом доме а куда-то уходить очень очень она ядовитая так-то хорошая штука она не пропускает воду она оберегает цоколь фундамент ее прокрашивают даже крыши это очень хорошая вещь но очень вонючая вчера лёшек ну по незнанию конечно вечером я уже была в доме уже отдыхала и чувствую пошел к пошла какая-то вонь выхожу сюда причем окна друзья были закрыты видимо этот запах пошел через пол то есть вот вот эти вот отдушины которые здесь есть в цоколе они обязательно кстати должны быть в домах частных домах которые стоят на земле это проветривается ваш под пол у вас не гниет у вас не заводятся земляные блохи и так далее обязательно обращайте внимание чтобы в доме были вот эти продыхи в цоколе слава богу нам хоть с этим повезло здесь они есть по каждой стороне нет не по каждой на одной стороне нету а так везде есть вот такие продыхи в цоколе так вот видимо запах этой мастики пошел через пол и мы сегодня спали как в газовой камере и не знали как нам быть как лучше то ли закрыть окна то ли открытием короче мы спали закрыть а потом не выдержали под утро лёшек открыл окно и вроде как снова полегче стала проветриваться ну конечно проветриваться вот с этим вот запахом в общем очень штука ядовитая это там вот миша вон его крыша вы слышите звук это там он работает забыла вам сказать еще про геотекстиль вот она эта штука называется геотекстиль вот кусочек тоже остался она бывает разной плотности вернее он у нас плотность 150 и эта плотность не должна быть меньше чем 150 значит для чего это надо у нас вот вы видите в отмостке то есть сначала был минимальный слой песка просто на землю потом мы постелили геотекстиль вот он видите и на него уже будем насыпать большие слои песка утрамбовывать виброплитой укладывать пеноплекс ну и потом бетон вернее армирующий слой арма сетку другую арма сетку помощнее и бетон для чего нужен этот геотекстиль для того чтобы песок и все что вы кладете на землю земля не ела у нас и соседи и одни и вторые вход ну въезд во двор засыпали щебнем не применяя вот этот геотекстиль и через пару лет весь этот щебень земелька съедала вот чтобы вам не тратиться на щебень а он сейчас очень дорогой один раз купите геотекстиль хорошей плотности и засыпайте въезды отмостки плитку укладывайте это навечно друзья не но вечного конечно ничего не бывает но это намного намного дольше будет служить все это вам если внизу есть геотекстиль здесь мало кто об этом знает мало кто в этом разбирается как-то покупают щебень сыпят опять проходит пару лет опять покупают и никто не задумывается куда же вообще это щебенка девается одевается она вон еще один котик видели одевается все это в земельку земля все это поглощает и кушает так что вот вам еще одна информация не знаю насколько она будет полезна или не полезна и об этом многие спорят ну я вам рассказала как делали мы ну а теперь друзья посмотрите на наше достижение вот так сейчас выглядит наш цоколь он уже утеплен пеноплексом вчера алешек здесь все это дело вырезал сначала сажал вот на такую пену причем это не строительная пена вернее как это клей пена не необычная пена вот которой окна устанавливают там я не знаю а это клей пена именно для таких вот случаев случаев я вчера здесь сидела тоже прокрашивали сначала битумной мастикой вот этот весь цоколь делали такую дополнительную гидроизоляцию а потом уже утепляли пеноплексом сейчас здесь друзья это монолит это такая мощь и это такое тепло я вчера под пятую точку вон видите кусочек подкладывала этот пеноплекс вчера было очень прохладно у нас с обеда шел дождь до самого вечера холодно было я здесь пока красила мастикой он тут же сразу приклеивает вот эти блоки из пеноплекса так вот я под пятую точку подкладывала кусочек чтобы не сидеть вот на этом бордюре боже какая какое это тепло это сразу ощущается моментально вот сначала лёшик сажал это все на пену а потом сегодня утром или вчера через какое-то время ну в общем она должна сначала схватиться пена а потом делал перфоратором дырки и вот такими грибами вот они специально для пеноплекса он еще укреплял стену в общем у нас дом теперь будет я думаю что очень очень теплым и я рада что я залезла сюда я рада что так все получилось что это все вскрылась вовремя теперь наш соками нас фундамент мало того что мы хорошо укрепили мы еще и утеплим отмостка тоже будет если будет минимальным а может быть и вообще вообще не будет так что посмотрите то мое видео когда у меня был шок когда я только-только вскрывала это все посмотрите как сейчас насколько мы продвинулись и какую колоссальную какую колоссальную работу мы с лёшиком проделали и как хорошо что я это все вовремя увидела до приезда лёшика оставалось 10 дней я вынула вот этот весь ну практически весь чуть-чуть там лёшик до вынимал грунт а так все это было подготовлено и мы уже занимались непосредственно вот цоколем отмосткой в общем подготовительную работу я сделала хорошую вот здесь вы видите сейчас я счищаю вода лежит видите как я подравняла здесь грунт еще уравнять мне с этой стены немножко вот это все нужно снять половину я сделала по этой стене вот для того чтобы хотя бы наша отмостка вот была вровень хотя бы землей пока что так дальше может быть здесь еще будем прорывать и укладывать такой специальный ну канальчик что ли по которому будет стекать вода но это будет скорее всего позже нам бы хотя бы успеть залить до лёшиного отъезда сделать отмостку потом уже будем делать думать об этих каналах куда девать вот эту землю и так далее так что друзья душа радуется душа успокоилась что теперь с нашим домом все будет хорошо будет тепло и мы сделаем эту работу и забудем про это как про страшный сон котята начинают ко мне привыкать но еще побаиваются мамочка уже меня все ближе и ближе подпускает котик подпускает сейчас вот я им здесь молоко с хлебом у них там сухой корм водичка ну они сейчас спят мама вышла гулять я видела как она уходила она поела молочка этого попила и пошла по своим делам я не могу да а вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...